Желна Желна – самый крупный дятел среди обитающих в наших местах. Его невозможно спутать с другими. Во-первых, он гораздо крупнее остальных дятлов. Во-вторых, желна отличается особенной окраской. Тело его сплошь покрыто черными перьями, и лишь на макушке красуется яркое красное пятно. Это у пестрых дятлов не разберешься, кто из них кто. Но на то они и пестрые. Зато пестрые дятлы позволяют за собой понаблюдать с близкого расстояния. Того же малого пестрого дятла мне удалось снять всего с пары метров. Он спокойно стучал по ветке и не обращал на меня внимания. То ли он понимал, что я не представляю угрозы, то ли был уверен в непроходимости ветвей кустарника, в которых он так ородовал своим клювом. А вот желна к себе не подпускает. Зимой ее легко заметить, но и дятел отлично меня видит. И когда я только собираюсь подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть и заснять дятла, так птица тут же покидает свое место. Чаще всего мне доводилось наблюдать результаты труда желны. Огромные выдолбы в древесине и куча щепы на снегу сообщали мне о недавней трапезе черного дятла. Во время прогулок по лесу таких следов можно найти много, а вот желну встретить проблематично. Лишь стук от крепких ударов клюва дятла по дереву выдает присутствие птицы. Но стоит пойти в направлении дроби, как раздается наш смешливый крик желны. И дятел срывается с насиженной ветки и улетает в неизвестном направлении. Редактор субтитров А.Семкин